всем привет продолжаем знакомиться с sdl библиотека sdl и это у нас небольшой курс урока по sdl взято это все вот отсюда вам вот поэтому вы не можете не смотреть а можете перейти по этой ссылке и ознакомиться самостоятельно со всеми этими уроками здесь все на английском но английского здесь не так уж и много поэтому много и так понятно и без перевода тщательного так вот так вот так вот ну а кто желает посмотреть дальше посмотреть мои видео то смотрите конечно же и лайкайте и подписывайтесь и смотрите полностью короче урок 8 о чем здесь идет речь но здесь идет речь о том что когда мы загружаем какую-то картинку и когда мы делаем игры то есть небольшая проблемка если мы это делаем просто загрузить картинку и рисуем то могут быть небольшие проблемы с производительностью точнее бы сказал так можно что-то сделать чтобы это работало быстрее потому что там в одном месте мы сэкономим какие-то миллисекунды в другом третьем четвертом и вот так вот можно неплохо повысить производительность игры так вот фишка в чем дом что большинство картинок вот как вот здесь написано они в основном в 24 битном формате но современные мониторы рисуют все в 32 битном режиме соответственно в чем фишка 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 в том что картинка загружается и в основном для того чтобы ее перерисовать или либо нарисовать другим размером требуется постоянное конвертирование вот поэтому поэтому у sdl 2 sdl 2 есть фича такая вот которая позволяет конвертировать картинку загруженную в оптимизированный формат и этот оптимизированный формат позволяет нам очень быстро перерисовывать либо изменять размер картинки вот в этом уроке как раз и конверт сконвертируем то есть загрузим картинку и сконвертируем ее в этот оптимизированный вариант для sdl а давайте посмотрим на 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 наш код на то есть он похож на предыдущий урок вот похож что здесь нового так нового здесь вот как раз функция load surface смотрите 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 вот он то есть вот здесь мы грузим bmp так так вот загрузили вот мы получили указатель на нашу поверхность ну собственно говоря грубо говоря на нашу бмп шку дальше вот это вот бмп шку вот эту картинку теперь желательно оптимизировать то есть конвертировать в оптимизированный формат и для этого есть вот такая функция sdl convert surface давайте найдем ее вот здесь справки справки ну и сейчас посмотрим так вот смотрите эта функция конвертирует вот эту вот картинку которую мы загрузили раньше и возвращать копию но копию уже как этой картинке в оптимизированном варианте вот соответственно после того как мы загрузили точнее после того как мы сконвертировали и все у нас произошло удачно то есть у нас не было ну нам оригинальную картинку то есть нам нужно память освободить из-под оригинальной картинке и вернуть указатель на нашу об на наш оптимизированный вариант так давайте посмотрим эту функцию sdl convert surface так используйте эту функцию для копирования существующей поверхности в новую которая типа есть оптимизирована для blitting а ну то есть для вывода перерисовки или для resize ну изменения размеров во время во время как бы работы программы а вот и какие у нас тут параметры у нас тут параметры то что мы конвертируем дальше это у нас структура для нового для новой картинки то есть параметры оптимизации для новой картинки где мы берем мы берем screen surface то есть у нас когда мы смотрите мы создаем экран креет виду и потом получаем вот это не поверх не непосредственно нашу поверхность соответственно там уже наш экран у него уже есть какие-то настройки какой-то формат он в каком-то формате так вот вот этот непосредственно формат вот тут передаются всякие там значения разбирать их не будем я думаю в справке вы найдете вот так вот имея на параметры нашего экрана мы говорим что сконвертирую вот эту картинку соответствии с этими параметрами с этим форматом соответственно sdl конверсию face конвертирует так по поводу третьего параметра здесь 0 ну здесь написано что этот флаг не используется и он должен быть установлен в ноль но собственно говоря у нас так и есть вот соответственно вот мы сконвертировали картиночку вот получили указатель проверили все ли в порядке и и и и но здесь по-хорошему если ну то надо было бы возвращать вот это да ну то есть ну если не получилось а так получается у нас небольшая проблема в коде но упор не на это и теперь смотрите вот все та же картиночка только теперь она наши такие картиночки они имеют разрешение по моему 256 256 но в данном случае они программно ну размер увеличен как мы это сделали давайте посмотрим сейчас сейчас вот смотрите а вот здесь это у нас основной цикл программы это мы знаем и теперь смотрите функция sdl blitz скейл от с помощью этой функции мы как раз указываем под какую область нужно так сказать про скейли то есть изменить размер нашего изображения предыдущем уроке давайте посмотрим что у нас там было предыдущем уроке мы просто рисовали указывали какую 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 где вот какую картинку и на какой поверхности рисовать в этом же вот здесь мы непосредственно говорим эту картинку на этом экране и на как ее растянуть в данном случае растягиваем мы ее на весь экран ну давайте сделаем 100 100 вот так то есть данном случае попробуем ее сделать меньше как вы видите мы ее уменьшили соответственно вот эти вот уменьшение процессе работы программы они как раз без конвертирования в оптимальный формат они могут занимать немного больше производительности чем в этом варианте который мы сделали вот 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 думаю все ну и кому интересно давайте попробуем все таки проверить насколько это правда дело в том что на дело в том что здесь у меня только одна картиночка и какой-то какого-то прироста производительности я не думаю что мы увидим или вы увидите но но попробовать стоит так сейчас это за комментарию то есть я сейчас уберу конвертирование картинки икон а хотя пусть будет давайте оставим так конвертирование короче сейчас изменю и продолжим и так меряю я примитивно рисуется только одна картиночка и все такое то есть если бы здесь рисовалась много здесь картинок если бы здесь динамичная сцена была то есть постоянном перерисовки и рысайзы были но изменяю размеров то это оценить могли бы я думаю результаты были бы сразу видны но тем не менее пробуем следующим образом смотрите 6 что я сделал сейчас покажу сейчас я покажу в основной функции где она вот в основной функции я просто рисую картинку обновляю экран и квит-квит равно true то есть выхожу то есть идет один раз отрисовка и все в лоте фейта что я делаю я возвращаю не оптимизированный вариант а вот тут первоначально вот я запустил смотрим по вот этой стоимости 696 224 давайте еще раз запущу запущу а потом посмотрим на оптимизированный вариант так и смотрю я на функцию sdl вот она вот она но шестьсот девяносто шесть тысяч десять двадцать четыре аппер блит скейлэк но это 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 где тут мои вот как вы видите она вроде по-другому называется но дело в том что вот эта функция это просто макрос почему-то наверное для того чтобы сократить надпись не знаю короче смотрим по функции аппер блит скейл короче все то же самое 696 224 а теперь давайте-ка давайте-ка я перейду вот сюда и и и и и вернем оптимизированный ну и картинка оптимизированную картинку и давайте запустим так запускаем было 696 тысяч ща посмотрим тут сколько будет здесь я не думаю что будет большая разница ну разница небольшая в 10 тысяч до чего-то 10 тысяч чего-то давайте еще раз запустим но это всего лишь одна картинка если бы здесь было их много там фон задний какой-то там потом еще 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 то я думаю разница была бы уже более-менее тем более если мы экономим в одном месте в другом третьем четвертом том короче 600 вот все то же самое да на 10000 каких-то там единиц вот ну как вы видите оптимизированный вариант все таки рисуются с изменением размера быстрее но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и смотрим видео полностью более того не переключайте рекламу ну теперь точно все всем пока